Это контрольная нить. Так как паук живет только на инстинктах и на гормонах, и память он не обладает, зачастую, когда он куда-то идет, он расплетает паутину, чтобы по ней вернуться. Она бесконечная. Да, можно хоть туда уйти. Не имеют памяти и эмоций. В среднем живут 20 лет. Приехали из Чехии и Польши. Все это про новых гостей города – пауков. На выставке в музее «Город» 40 экспонатов, и только один из них – не ядовитый. Укус некоторых потянет за собой последствия, как от пчелиного укуса. А укус некоторых вызовет паралич, тахикардию, тошноту, рвоту, озноб, судороги, мигрень. Но, тем не менее, жить вы должны остаться. Ну, в идеале. То есть, по идее, никто никогда пока у нас не умирал. Но это не точно. Шучу. Никто никогда не умирал. Честное слово. Честное. Яд паукам нужен, чтобы есть. Именно им они обездвиживают жертву. Но человеку бояться нечего. На этой выставке даже арахнофобам будет комфортно. Потому что все пауки находятся в террариумах. Они далеко от нас, за стеклом. И вообще, самое главное, что я поняла, это, что пауки боятся нас гораздо больше, чем мы их. Но с этой красоткой мы вроде подружились. Почему с красоткой? Все экспонаты выставки – самки. Они живут гораздо дольше самцов и вырастают крупнее. Вообще, размеры этих существ могут достигать 30 сантиметров. Я пришла на выставку, потому что мне прилетела мама. Сказала, что будет страшно. Так я боюсь их немножко. Я люблю всякое экзотическое. И пауки – это экзотика, которая является неопознанным. И большинство людей боится. Хотя боятся безобидные, в принципе, животные, которые не нападают на тебя. Если не чувствуют эти агрессии, это глупо. Кстати, пауки не спят. Если они не двигаются, это может значить, что существо напугано, либо же просто отдыхает. Поэтому застать паука в движении достаточно сложно. Дорида Миллер, Илья Халяпин. День с толком.